Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Яна Викторовна. Еще раз представлюсь. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я нейрологопед, дефектолог, брейн-тренер. И сегодня мы с вами поговорим о нейрогимнастике. Узнаем, что это такое, зачем она нужна и как можно ее использовать в своей педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста. Гимнастика по утрам – это обязательно атрибут хорошего самочувствия на весь день и здоровья человека. Мало кто будет спорить с тем, что регулярное проведение гимнастических упражнений благоприятно сказывается на общем состоянии человеческого организма. Но важно понимать, что в таком разогреве нуждается не только наше тело, но и мозг, которому тоже необходима тренировка. Именно с этой целью проводится нейрогимнастика. Нейрогимнастика – это определенный комплекс упражнений, направленный на активацию полноценной работы левого и правого полушарий головного мозга. Это методика активации природных механизмов работы мозга с помощью физических упражнений – объединения, движения и мысли. Нейробика, по-другому так называют нейрогимнастику, оказывает благоприятное воздействие как на детей, так и на взрослых. В результате нейрогимнастики у детей учебный материал воспринимается более целостно и естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше запоминается. Также упражнения для мозга способствуют развитию координации движений и психофизических функций. Это эффективная методика нейропсихологической или сенсомоторной коррекции по активизации и развитию всех высших психических функций. Кроме того, гимнастика мозга – не медикаментозный вид помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим различную неврологическую симптоматику с целью восстановления нормального функционирования мозга. И, кроме того, нейрогимнастика полезна также нейронормотипичным детям для общего психофизического развития. Гимнастика мозга, нейрогимнастика, нейробика – это все одно и то же, была разработана американскими психологами Полом и Гейлом Деннисом в начале 90-х годов прошлого столетия. Это методика активации природных механизмов, как я уже отмечала, работы мозга посредством специально организованных движений тела, которые достаточно просты в выполнении. По этой причине нейрогимнастику практикуют для детей дошкольного возраста, которая помогает сбалансировать развитие обоих полушарий головного мозга. Плюс этих упражнений в том, что их можно выполнять практически в любом месте. И немножко давайте буквально остановимся на том, как работает наш мозг. Формирование мозга начинается еще в перинатальный период, продолжается в младенческом, детском и подростковом возрасте. Мозг состоит из двух полушарий, каждая из которых отвечает за определенные виды деятельности. Все мы это знаем. Полушария получают информацию зеркально, а значит левая полушария обрабатывает информацию от правой стороны нашего тела, а правая полушария от левой. Поэтому принято считать, что у правши более развита левая полушария, а у левши правая. Левая полушария у нас отвечает за логику, логическое мышление, аналитические способности к обработке информации, в то время как правая отвечает за фантазию и творчество. Соответственно, когда мы фантазируем, рисуем, занимаемся любой творческой деятельностью, то активизируется именно правая полушария. А когда мы с вами считаем, анализируем и что-то говорим, то активно уже левая полушария. Считается, что два полушария, левая и правая, оказывают совершенно различное влияние на организм человека. Хотя приборные исследования показывают, что и в лево полушарной, и в право полушарной активностях с разной степенью интенсивности работают все или почти все отделы головного мозга. Но, тем не менее, разные отделы головного мозга у разных людей не одинаковы, что, в принципе, вполне ожидаемо. Людям с более развитым или, по-другому можно сказать, тренированным, ведущим, левым полушариям обычно логично, рационально, хорошо говорят и быстро соображают. Они обрабатывают информацию последовательно, изучая ее по частям, и только потом складывают полученные знания в целостную, ну, это в их, конечно, логичном понимании, картину. Людям, да, я как раз правильно так и проговорила это все, так и есть, согласна. Людям с ведущим правом полушариям, как правило, обрабатывают информацию интуитивно. Они сначала улавливают картину в целом, и только потом вдаются в подробности. Кроме того, они более интровертны и чувствительны, особенно к свету, звуку и критике. Правое полушарие способно воспринимать информацию в целом, работать сразу по многим каналам и в условиях недостатка информации восстанавливать целое по его частям. С работой правого полушария принято соотносить творческие возможности, интуицию, этику, способность к адаптации. Происходит постоянное распределение активности между полушарием, при этом наибольшая эффективность работы мозга достигается только в том случае, когда активны оба полушария. Деятельность полушарии координируется так называемым мозолистым телом, системой нервных волокон, которая передает данные из одного в другое. При возникновении проблемы с мозолистым телом происходит нарушение взаимосвязи между левым и правым полушарием, в результате чего одно из них берет на себя основную нагрузку. Второе полушарие оказывается блокированным и оно перестает развиваться. И сейчас я буквально быстро хочу рассказать сказку о целостном мышлении, благодаря которой станет понятно, почему важно человеку, чтобы у него слаженно работали оба полушария головного мозга. Итак, сказка о целостном мышлении. Однажды мысль захотела, чтобы у нее был свой дом. И встретила она мозг. Увидела в нем два полушария, левое и правое. Левое было очень умное, все вопросы задавало, спорило, доказывало, что-то делало, высчитывало. А правое природой любовалось, все восклицало. Ах, какое все красивое! Как мне все нравится, как я все люблю! И все в мечтах летало. Посмотрела мысль на них, да, и выбрала левое полушарие. Как же у них все пошло сразу? И дома начали строить, и компьютеры придумывать, и телефоны создавать, трубы проводить, дымить, сорить. Много чего добились, даже природу потеснили. Широкими городами леса подвинули, станциями реки осушили, трубами небо закоптили. Дышать стало трудно, но все-таки идут вперед и не могут остановиться. И тут захотела мысль насладиться красотой достигнутого, порадоваться успехам и делам большим. А левое полушарие сопротивляется, не умеет оно ни наслаждаться, ни радоваться. Ему бы только делать и делать, идти, да идти. А окружающий мир для него материал и инструменты. А не задумывается оно, добро или зло делает. Для него главное что? Делать. Задумалась мысль и заглянула в правое полушарие. А там птички поют, картины рисуются, о близких людях заботятся, красотой солнца, травки, речки наслаждаются. Добрые вещи создаются, да, все с любовью делается. Обрадовалась мысль и осталась в правом полушарии. Наслаждалась она добрыми чувствами и в космосе была, и в разных странах побывала, и необычные вещи создавала. И напелась, и натанцевалась. И захотелось ей с миром поделиться. Да правое полушарие говорит, не умею я в этом мире добиваться, я всю энергию на интуицию, да, на воображение и фантазию трачу. Расстроилась мысль, выглянула опять из полушария, и тут такое заметила. Да они же совсем рядом, левое и правое. Живут они друг о друге, не зная. В каждом есть свои плюсы. Вот бы из этих полушарий сделать полноценный мир. И построила мостик между ними. Скрепились они и образовали единое целое. И вот мысль зарядилась энергией правого полушария. Захотелось им рассказать хороший... Захотелось им хороший рассказ для всех сочинить и подарить. Придумали его, прослушали в правом полушарии. Все понравилось. Мысль по мостику перебежала, а левое тут же уже сразу где-то и ручку, и тетрадь достала, и весь рассказ на бумагу переместила. И вот есть теперь у вас возможность его услышать. Прошло время, мысль теперь в мозгу не одна трудится, Родились от нее несчетные миллиарда мыслей. Потому что как левое полушарие все воплощать стало. Правое так и разошлось, и песенку сочинит, и стишок напишет, и красивую картинку нарисует, и что-то все новое да необычное видится ему. А левому только и в радость делать. И чувства добрые от этого так из сердца и льются. Сердце-то, оказывается, так страдало, что левое и правое полушарие не дружат. А теперь оно лучше работать стало, и все органы тела здоровее стали. И улыбка с лица вообще не сходит. А если нет ее, то спокойствие на лице, вдумчивость в глазах, а глаза это, все мы знаем, зеркало души. И видно в них, как душа радуется, что левое и правое полушария одним целым стали. Оба полушария обеспечивают восприятие реальности во всей полноте многообразия и сложности. В целом, со всеми его составными элементами. Чтобы творчески осмыслить проблему, одного логического аппарата, конечно же, недостаточно. Необходима интуиция. А это важнейшая функция правого полушария. Отсюда вывод, что важно мыслить целостно. Левое полушарие выделяет в каждой проблеме важнейшие ключевые моменты. Но если для ее решения их недостаточно, то оно бессильно. Правое полушарие схватывает проблему в целом. Оно легко образует различные ассоциации и с большой скоростью осуществляет их перебор. Это помогает правому полушарию разобраться в ситуации и высказать гипотезу, сформулировать идею, пусть даже бредовую, но часто нестандартную и нередко правильную. Правое полушарие – это сфера интуитивного, творческого, бессознательного. Мыслительные операции осуществляются в правом полушарии по-другому. Процессы эти не всегда доступны левому. И оно знакомится лишь с окончательным результатом этой работы. И не всегда ум согласен с ними. Часто он отбрасывает эту первую интуитивную мысль, заменяемую на четкую логическую цепочку плюсов и минусов логического полушария. К счастью, у людей с целостным мышлением ум, командующий всем и вся, не может вмешаться в эту скрытную работу и погубить на корню начинающую зарождаться идею, показавшуюся ему сначала неожиданной и парадоксальной. Но это только 8% населения. Левое полушарие мыслит понятиями и определениями, большинство из которых у нас сложились из общепринятых норм и канонов. Опыт наш или социум, это школа, семья, отношения. Вместо того, чтобы осознавать то или иное явление всем нашим существом, так сказать, прожить его, у ума уже есть готовая оценка происходящего. То есть знакомая ситуация. Традиционная образовательная система в Советском Союзе, давайте сюда еще копнем, и в постсоветской России в основной своей массе ориентирована на детей, у которых более, скажем так, натренировано левое полушарие. С такими детьми комфортно работать, поскольку они начинают мыслить прямолинейно, линейно, линейным образом, и научить такому образу мысли гораздо легче. Ребенок с доминирующим левым полушарием, который успешно выполняет альфметические действия, старательно учит уроки и отличается прилежностью, получает в школе отличные оценки. Таких было и есть большинство. Из таких детей потом вырастают такие же взрослые. Если у ребенка доминирует правое полушарие, он предпочитает мечтать, глядя на облака или сочинять разные истории вместо того, чтобы учить уроки. Он будет писать стихи, да еще и левой рукой чаще всего, и он считается проблемным учеником. За редким исключением у некоторых педагогов, потому что его стремления не поощряются нашим обществом. Левшие раньше переучивали, сейчас уже ученые отмечают, что это делать не стоит, и у тех, кто был переучен, у них было больше психологических проблем, а впоследствии уже психосоматических заболеваний, поскольку правополушарные дети люди адаптируются гораздо хуже. Они склонны к визуализации, и им необходимы зрительные образы, чтобы понять ту или иную теорию. Из-за этого им часто ставился или ставится диагноз рассеянного внимания или синдром дефицита внимания, гиперактивности. Однако такие дети по-другому усваивают материал, и они могут его усваивать лучше, когда получают возможность. Традиционный образовательный подход искусственно усиливает разделение между полушариями, делая упор на узкое фокусирование на отдельных частях происходящего, уводя от полного целостного видения общей картины мироздания. Это подтверждается и данными о том, что у неграмотных людей функциональная асимметрия головного мозга меньше, чем у грамотных. Полноценная работа правополушария в гармонии с левым чрезвычайно важна для становления и развития полноценной творческой личности в любом возрасте. И поскольку был комментарий, я уже озвучивала, хочу здесь уточнить, что здесь не идет речь о том, что одно полушарие работает, а другое не работает. Однозначно работают оба полушария. Просто одно более активно или более натренировано, нежели чем другое. То есть вот этот очень важный момент стоит учитывать. Исследования выявили, что становление межполушарной связи происходит у детей до определенного возраста. У девочек это до 7 лет, у мальчиков до 8-8,5 лет. И наша задача сначала уменьшить, а затем и убрать эту функциональную асимметрию между полушариями, синхронизировать работу обоих полушарий и активизировать ее. Итак, чем вообще полезны упражнения для мозга? Что они нам дают и дают нашим детям? Межполушарные связи предопределяют качество восприятия и обработки информации. Эмоциональную стабильность, координацию и баланс. Чем лучше будут развиты межполушарные связи, тем выше у ребенка будет интеллектуальное развитие. Память, внимание, речь, воображение, мышление, восприятие. И целями нейрогимнастики являются развитие межполушарной специализации, развитие межполушарного взаимодействия, развитие комиссур, то есть межполушарных связей, синхронизация работы полушарий, координация работы мозга и тела, развитие нейродинамических процессов головного мозга, отвечающих за речь ребенка, развитие крупной, мелкой моторики, развитие оптика и квазипространственных представлений, развитие когнитивных способностей, внимания, памяти, мышления, развитие сенсорных каналов органов чувств, развитие произвольного контроля, стабилизация общего тонуса организма, то есть снятия синхронизии и мышечных зажимов, укрепление психосоматического и эмоционального статуса, коррекция поведенческих проблем, развитие межличностного взаимодействия и коммуникативных навыков и умений. Проведение упражнений благоприятно сказывается на эмоциональной сфере ребенка, он становится более общительным, не так подвержен стрессу, он учится проявлять свои творческие способности в игре, а затем и в процессе обучения в школе. Развивается и физическая активность ребенка. Регулярные упражнения позволяют четко выполнять симметричные и асимметричные движения, сохранять равновесие, улучшать подвижность конечности и плечевого пояса. Дети до школьного возраста учатся сидеть ровно, при этом не испытывая дискомфортных ощущений. И комплекс специально подобранных упражнений позволяет координировать работу правого и левого полушарий и развивать взаимодействие тела и интеллекта. Использование нейрогимнастики в дошкольном возрасте очень актуально, так как увеличивается количество детей с различными нарушениями в развитии, это и задержка речевого развития, я думаю, коллеги, вы со мной согласитесь, дети с нарушениями координации движений, с гиподинамией, с дефицитом внимания, гиперактивностью, дети, у которых отмечается агрессия, общее снижение иммунитета. Причина этих расстройств – это нарушение в работе головного мозга, поэтому в период от 3 до 7 лет, когда кора больших полушарий головного мозга еще окончательно не сформирована, важно уделить внимание развитию познавательных процессов и двигательной деятельности, и когда лучше начинать заниматься. Наиболее благоприятный период для выполнения нейрогимнастики для детей – это средний дошкольный возраст, то есть ориентировочно 4-5 лет. К 6 годам уже можно внедрять более сложные упражнения, что будет важной частью подготовки к обучению в школе. К 7-8 годам у детей уже полностью сформируется межполушарное взаимодействие, и что-либо изменить станет гораздо сложнее, возможно, за счет нейропластичности нашего мозга, но сложнее. Поэтому приступать к занятиям лучше всего именно в 4-5 лет. При этом все упражнения следует проводить с соблюдением определенных рекомендаций, чтобы эффективность занятия была максимально высокой. И буквально кратко эти правила, они несложные. Продолжительность занятий вначале, конечно же, небольшая – это 5-7 минут. Затем постепенно мы увеличиваем время проведения, но не больше 30 минут. Важна регулярность нейрогимнастики, то есть упражнения нужно проводить, конечно же, каждый день, не пропуская. Тренировки нужно проводить так, чтобы ребенку было интересно. Для этого можно периодически менять дислокацию дома, на улице, еще где-то. Необходимо постепенно усложнять задание. Важно следить за правильностью выполнения упражнений. Не нужно перегружать ребенка, стремясь выполнить максимальное количество упражнений за раз. И все упражнения разделены на 4 группы. Они направлены на развитие трех видов сенсомоторных навыков. Первый вид – это упражнения для повышения тонуса коры головного мозга. Дыхательные упражнения, самомассаж, массаж биологически активных точек. Упражнения в этой группе упражнения, помимо того, что они направлены на повышение тонуса коры полушария мозга, также они энергетизируют тело, то есть обеспечивают необходимую скорость и интенсивность протекания нервных процессов между клетками групп головного мозга. Следующий вид – это упражнения для улучшения возможности приема и переработки информации. Сюда входят движения перекрестно-латерального характера, направленные на развитие мозолистого тела головного мозга, восстановление межполушарного взаимодействия и функциональной асимметрии мозга. Третий вид – это упражнения для улучшения контроля и регуляции деятельности, ритмичные изменения положений рук. И четвертый вид – это упражнения, повышающие позитивное отношение. Они стабилизируют и ритмизируют нервные процессы в организме. Начинаем мы нейрогимнастику самомассажа, то есть это обязательно первый блок в нейрогимнастике – это самомассаж. Благодаря самомассажу активизируется мозг, улучшается внимание, память, улучшается скорость реакции, снимается напряжение. Нужно учитывать, что руки при этом должны быть чистыми, сухими, ногти коротко стриженными. Здесь также нужно учитывать, что должны быть показания к самомассажу и отметить, есть ли противопоказания. Самомассаж не делается, если высокая температура, воспалительные процессы, конъюнктивизм, заболевания кожных покров в голове, увеличены лимфоузлы, любые обострения хронических заболеваний или же плохое самочувствие. То есть это тоже нужно учитывать, это важно. При массаже детям проговорим, что движения крепкие, но не болезненные. Вначале мы всегда растираем руки, поскольку массаж мы делаем теплыми руками, и затем начинаем массажировать уши. Для чего вообще мы начинаем массажировать уши? Ухо является проекцией всего организма, и на него выходит огромное количество активных зон. Благодаря самомассажу ушей улучшается кровоснабжение головного мозга. Итак, какие приемы? Я сейчас вам покажу, давайте вместе с вами все это выполним. Приемов очень много, я вам расскажу, какие есть. Естественно, что все же эти приемы на одной гимнастике мы не делаем, то есть делаем выборку и затем меняем по одному-два упражнения через неделю-две недели. Итак, растираем руки. Помним про то, что массаж делаем теплыми руками. Дальше подушечками пальцев начинаем простукивать область вокруг ушей и сами уши. Проходим таким образом. Дальше, следующее. Делаем из указательно средних пальцев вилки и растираем ими область около ушей движением вверх-вниз. Опять же, движение крепкие, то есть растираем мы с вами интенсивно. Следующее. Делаем руками когти тигра. Большой палец у нас при этом с вами упирается во впадину, в основание черепа. Остальные пальцы вокруг уха массируем по кругу по часовой стрелке, дальше против часовой стрелки. Накрываем уши раскрытыми ладонями, начинаем массировать и растирать ушные раковины. Делаем движение руками вверх-вниз. Дальше переходим к массажу мочек ушей. Что здесь можно делать? Двумя пальцами большим указательным обхватываем мочку уха, тянем мочки вниз. Проговариваем детям, что отрывать не надо, конечно. Немножко, ну раз 10 где-то здесь можно повторить это движение. Дальше сворачиваем в трубочку, поворачиваем вперед-назад. Плавными круговыми движениями массируем мочки ушей. Так, здесь мы с вами поработали. Уши можем сворачивать в трубочку. Можем делать вот такой пельмешек. Дальше указательными пальцами массируем все выпуклости и впадины наших ушей. Хорошенько проходим по всем выпуклостям и впадинам. Дальше массируем козелок, противокозелок. Так, отлично. После того, когда мы помассировали с вами уши, то мы с вами будем расчесывать волосы крепкими опять же движениями. Руки как грабли. Идем от лба к основанию черепа. Сделали это. Можно еще детям предложить показать, как дождик капает по голове. Затем опускаем голову. Через низ поворачиваем голову в правую сторону. Также через низ поворачиваем в левую сторону. Здесь есть один нюанс, что голову назад запрокидывать нельзя ни в коем случае. Почему? Потому что тем самым мы с вами нарушим кровоснабжение головного мозга. Поэтому в обязательном порядке голова наклонена вниз и через низ поворота делаем в правую, в левую сторону. Дальше. Хорошо. Для школьников пятых, седьмых классов, опять же, не больше 30 минут. 30 минут в день достаточно. Это максимально. Дальше. Что мы с вами делаем? Когда здесь мы помассировали, переходим к массажу рук. Что опять мы тут же можем с вами сделать? Трем руки друг от друга до появления ощущения тепла. Дальше. Растираем каждый палец перелевидными движениями. Идем от основания пальца к его кончику. Проходим так по каждому пальцу. Потом мы разминаем с вами кончик пальца. Можно нажимать со стороны ногтевой пластины. Вот таким образом. Проходим, опять же, по всем пальцам. Дальше. С боковых сторон сжимаем. Так. Потом мы с вами вытягиваем пальцы. Можем услышать про хруст. Также детям объясняем, что очень сильно тянуть не надо. Пусть пальцы останутся на своих местах. Про хруст. Если услышали, ничего страшного. Это нормально. Итак, с каждым пальцем мы поработали. Да, для дошкольников я сейчас рассказываю вам про работу с дошкольниками. Все эти упражнения мы используем. Только опять же проговорю, что не все сразу. Я вам даю их многообразие. Вы выбираете несколько. В совокупности в общей все, что я вам сейчас расскажу. Это первый блок только в нейрогимнастике, самомассаж. Вы выбираете, но в начале 4 года берем, используем для детей 4 леток, не больше 5-7 минут на все блоки и постепенно увеличиваем с вами длительность до 30 минут. Итак, дальше отвлеклись. Еще продолжаем. Размяли каждый палец. Что мы с вами можем хлопать в ладоши, причем интенсивно хлопаем так, чтобы кожа рук порозовела. Можно сжимать пальцы, разжимать. Дальше переходим к массажу ладони. Здесь тоже различные есть приемы. Можно предложить детям нарисовать лучики солнца от центра ладони к пальцам вот таким образом. Можно рисовать круги, спирали рисуем. То есть очень много различных вариантов, но нам нужно с вами запомнить, что разминаем пальцы, разминаем область ладони. Что еще? Очень хорошо. Часто получается так, что дети приходят в школу, и им дается большая нагрузка. Они много пишут, руки устают, а мелкая моторика не готова еще к такой нагрузке. И для того, чтобы снять напряжение и подготовить руки детей к такому объему работы, очень хорошо выполнять вот такие движения. Соответственно, когда ребенок пишет, уже у него рука не так напряжена, моторика, мышцы уже более, скажем так, накачаны, и такого дискомфорта у них не происходит. Дальше, что еще мы с вами делаем? После этого мы делаем движение, как будто втираем кожу рук крем. Сделали. И дальше вытягиваем. Сейчас отоблю, чтобы меня лучше видели. Вытягиваем руку и работаем с каждой рукой. Различные движения. Можно прохлопывать таким образом. Но здесь учитывайте еще тот момент. Нужно учесть ток лимфы. То есть лимфа у нас с вами течет снизу вверх. Обязательно. Если мы с вами будем неправильно делать массаж, то мы уже с детства начнем рушить клапаны в лимфатических сосудах. Поэтому очень важно учитывать и это. Проходим от плеча кисти по внешней стороне и от кисти к подмышечной впадине по внутренней стороне. Можно пилить руку вот таким образом. Одну, другую. То есть все это делаем. Еще очень хорошо упражнение, когда... Извините, заговорилась. Проговариваем детям, что давайте наденем браслет, как будто он нам с вами мал. Вот таким образом. Здесь мы с вами тоже разгоняем нашу лимфу. И так далее. С одной рукой, с другой поработали. Все хорошо. Самый массаж мы сделали. Следующий блок в нейрогимнастике – это крупная моторика. И здесь мы детям тоже объясняем, что... Сейчас перелесну слайд. Здесь мы детям объясняем, что все упражнения делаем в максимально быстром для них ритме. И тоже, опять же, я вам даю комплекс, множество различных упражнений. Вы выбираете те, которые вам интересны, которые будут интересны вашим детям. И их меняем с постепенным усложнением. Первое упражнение в этом блоке – правая рука вытянута вверх, левая перпендикулярно правой ладони, пальцы вытянуты, показываем ладони. И меняем руки. Вот таким образом. На первых этапах даже это, казалось бы, элементарное упражнение вызывает большие затруднения у детей. Дальше. Усложняем. Добавляем хлопок. Хлопок поменяли. Хлопок поменяли. Когда здесь уже будет все хорошо получаться, то вы уже добавляете движение ног. Каким образом? Правая рука поднята вверх, правая нога вытянута вперед, левая отведена назад. На хлопке ноги вместе, левая рука вытянута вверх, левая нога вытянута вперед, правая отведена назад. И таким образом, но сейчас мои ноги не видно, одновременно работают ноги и руки. Опять еще одно усложнение. Когда у нас поднята правая рука, то вытянута левая нога, то есть крест-накрест, перекрестные движения. На хлопке опять ноги вместе, левая рука вытянута вверх, правая нога вытянута вперед, левая отведена назад. И таким образом перекрестные движения выполняем. Дальше, на основе этого упражнения, теперь уже вверху кулак, а ладонь внизу. Дети путаются, очень сложно им дается. И по усложнению, усложнение то же самое. Хлопки и движения ногами. Дальше, еще одно упражнение. Одна рука лежит на груди, другая рука пальцы сжата в кулак. Здесь не очень будет хорошо видно, сейчас вот таким образом. И, конечно, руку надо отвести в сторону. И меняем с вами положение рук. Также мы здесь с вами можем подключить в качестве усложнения движения ногами. Следующее, просим детей руками нарисовать круги. Сначала левая рука повторяет правую, синхронно рисуем по часовой стрелке, против часовой стрелки. Затем асинхронно идем от себя к себе. Можно рисовать восьмерки. Знак бесконечности. Сначала левая рука повторяет правую, затем уже асинхронно встречается в точках пересечения от себя к себе, от себя к себе. Дальше, когда с горизонтальными стало получаться, подключаем уже вертикальные. Левая рука повторяет правую. Вот таким образом. Рисуем вертикальные восьмерки синхронно, затем асинхронно. Одна рука идет вниз, другая вверх. Так, дальше. И уже подключаем асинхронные восьмерки. Одна рисует рука горизонтальную, другая вертикальную. И также встречаются точки пересечения. Попробуйте сами, даже взрослому человеку это достаточно сложно. Но благодаря нейропластичности мозга все возможно. Единственное, что нужно, конечно, регулярно выполнять. Это главное условие. Следующее упражнение детям очень нравится работать, выполнять его. Называется ухонос. Одна рука у нас касается носа, другая через голову, ухо. И меняем вот таким образом положение рук. В качестве усложнения добавляем хлопок. Вот таким образом. Дети веселятся, всегда довольны, смеются. Очень весело в итоге проходит у нас нейрогимнастика. Следующее еще тоже одно такое упражнение веселое. Детям тоже очень и очень нравится. Да, вот попробуйте сами. Для взрослых сложно тоже. Но, вы знаете, поскольку мы выполняем это каждый день и идем от более простых к более сложным, то в итоге дети такие вещи показывают, что я в восторге в неописуемом. Еще одно упражнение. Одна рука хлопает по голове, а другая, не очень мне здесь удобно, не видно моего живота, а другая одновременно рисует круги на животе. И меняем руки. Так, отлично, хорошо. Тоже прекрасное упражнение. Еще одно упражнение. Кулаки перед собой и поворачиваем кулаки в одну сторону, пальцы вытянули, повернули в другую. Здесь уже без больших пальцев. В правую сторону повернули, вытянулись большие пальцы, в левую сторону не вытягиваются. Вот таким образом. Потом можно еще работать с ладонями. Вытягиваем ладони вперед и одна ладонь вверх, смотрит другая вниз и меняем положение рук. Ну и также с кулаками можно. Можно добавлять хлопок опять же. В качестве усложнения делаем хлопок. Хлопок может быть разным. Можем просто в ладони хлопать, можем хлопать по плечам, а можем хлопать за спиной. То есть вы уже смотрите сами. Если легко получается с этим хлопком, то смысла находиться нет здесь. Нужно идти дальше там, где сложно, там, где не получается. Можно руками чертить цифры. Например, можно зеркально чертить. Сначала берем незеркально, левая повторяет правую. Один, два. Это, конечно, для тех детей, кто уже знает цифры. Можно чертить зеркально. Один, два, три и так далее. Идем до десяти в прямом порядке и в обратном порядке. Да, педагог-психолог тоже может проводить. Не только нейропсихолог, педагог-психолог. Я вам даю сейчас те упражнения, которые может проводить и воспитатель, и родитель. То есть эти упражнения, они не требуют каких-то специальных таких знаний, за счет которых мы с вами, если мы не имеем этих знаний, то мы навредим ребенку. Это стандартные упражнения, которые могут использовать абсолютно все. Кроме того, мы можем с вами чертить буквы. Опять же, но это уже для детей более старшего возраста, которые... Нет, не навредим. Этими упражнениями мы с вами, знаете, что окажем пользу нашему мозгу. Непоправимую, в кавычках. Скажем так, что нанесем нашему мозгу непоправимую пользу. Хуже не будет однозначно, только лучше. Итак, дальше сбилось немножко. Для тех детей, которые знают буквы, мы можем чертить буквы. Левая рука повторяет правую. Б, В и так далее. Кроме того, все это и цифры, и буквы мы с вами можем чертить ногами на полу тоже. То есть я показываю руками, а дети делают это ногами. Один, два, три и так далее. Следующее. У нас с вами можно играть в игру, тоже знакомая вам игра. Кулак, ребро, ладонь. Повторяем где-то 4-5 раз. И сначала две руки делают одновременно, затем асинхронно. И перед вами, посмотрите, пожалуйста, на картинку. Вы можете также предложить детям такую визуальную опору, чтобы они выполняли движения в соответствии с этой картинкой. То есть идем сверху вниз, снизу вверх. Кулак, ребро, ладони, ребро, кулак и так далее. Стараемся переключиться как можно быстрее с одного движения на другое. Картинки можно менять местами, чтобы детям было интересно, не скучно. Дальше. И еще вот таким образом можно поиграть в эту игру кулак, ребро, ладонь. Но опять, это уже для детей более старшего возраста. Предъявляем картинку. Если видим длинную линию, то показываем кулак двумя руками одновременно. Если видим короткую, то ребро. Если среднюю, то ладонь. И дети двигаются, каждый со своей скоростью показывают то, что они видят. Дальше. В этом блоке мы также еще выполняем упражнения на визуальную моторику. Пример упражнения на слайде. В усложненном варианте мы выполняем это под ритмичную музыку. Возможно, вы уже знаете, что это за упражнение. Презентацию вы можете скачать. В чем заключается смысл этого упражнения для тех, кто не знает. У нас с вами, здесь не могу рисовать, к сожалению, обращаем внимание на один прямоугольник. У нас буква, одна буква вверху, другая внизу. Верхнюю букву мы называем, проговариваем слух. Внизу, вот если вы посмотрите в ряду, в каждый нижний ряд, здесь у нас либо буква П, либо буква Л, либо буква О. Если мы видим П, то одновременно поднимаем правую руку. Если видим букву Л, то поднимаем левую руку. Если видим букву О, то поднимаем обе руки. То есть, как это выглядит? С. Подняли одновременно правую руку. У. С. И так далее. Это, конечно, да, для детей, которые уже знают буквы. Идем так от первого квадрата до последнего. И в усложненном варианте проговорю, что я еще включаю музыку. Дети в восторге. Прекрасно перераспределяется внимание у них. Тренируются перераспределять внимание. То есть, мы с вами здесь различные цели решаем. Очень много их. Еще дальше. Тоже как вариант. Предлагаем детям посмотреть внимательно на картинку. Назовите серию цифр. Если вы произнесете цифру 1, то есть говорим 1, то стучим при этом правым кулаком по столу. Если мы видим и произносим слух одновременно цифру 2, то уже стучим левым кулаком по столу. И если произносим и видим 3, то стучим ладошками правой и левой руки по столу. То есть, 1, 2, 3, 3 и так далее. Также стараемся переключиться как можно быстрее с одного движения на другое. И здесь хочу проговорить, что обязательно говорим вслух. Почему? И просим это от детей. Да, может быть, не очень удобно, поскольку будет жужжание некое на занятии в группе. Но важно подключить речевой аппарат, потому как мы тем самым даем нашему мозгу больше задач. А это наша с вами цель. Следующее упражнение, но я уже не буду показывать это становиться. А вот еще тоже с визуальной моторикой. Видим стрелочку, определенно выполняем соответствующее движение. То есть, если стрелка вниз, то дотрагиваемся правой рукой до правого колена. Если вверх, то левой рукой до левого колена и так далее. Да, про то, что и самим интересно, расскажу чуть попозже. Итак, следующий комплекс у нас получается. Это крупная моторика. Здесь мы делаем с вами упражнение стоя. То есть, вот он один большой блок, крупная моторика. То мы делали сидя. Следующее упражнение мы выполняем стоя. И какие здесь упражнения можно делать? Например, ходьба с хлопками по одноименным и противоположным коленям. То есть, встали, поднимаем одну ногу, хлопаем по ней, ну, поднимаем, например, правую ногу, хлопаем по ней правой рукой. Поднимаем левую ногу, хлопаем по ней левой рукой. И таким образом шагаем с хлопками. Дальше я предлагаю детям по моему условному сигналу хлоп поменять направление. Поднимаем левую ногу, хлопаем по ней правой рукой. Поднимаем правую ногу, хлопаем по ней левой рукой. То есть, крест-накрест получается. Хлоп, крест-накрест. Дальше хлоп. Опять одноименные руки и ноги работают. Хлоп. Мы здесь еще и скорость реакции отрабатываем. Упражнение перекрестные шаги. Если ребенок становится прямо, его голова находится по средней линии тела, нужно одновременно поднимать правую руку и левую ногу. При этом слегка касаясь локтем руки левого колена. Да, вы знаете, да, дети справляются. Начинаем мы с более простых, но вот эти упражнения, они уже прекрасно все это делают. Я вам дальше покажу, что мы еще делаем на занятии. Отлично у них все происходит. Высший пилотаж. Но здесь важна регулярность. Вот это, конечно, самое главное условие. Если это делать раз в неделю или раз в месяц, естественно, того результата не будет. Поскольку мы делаем это каждый день, то уже, конечно, да, то уже, естественно, совсем другой результат. Упражнение кнопки мозга. Это упражнение уже времени очень мало остается. Кнопки мозга, сова, заземлитель, крюки, они есть в папке для скачивания. Хорошо, не буду уже тогда тратить время на это. Еще в этом же блоке мы делаем упражнение на тренировку равновесия. И здесь какие можно упражнения? В различной вариации стоять на одной ноге. Либо стоим на двух ногах, но закрываем глаза. Здесь упражнение цапля. Когда руки на поясе, одна нога у нас упирается со стороны колена в другую ногу. Стоим, руки в стороны. Стоим на одной ноге, другую ногу можно отвести назад, в сторону или вперед. И стоим как можно дольше на одной ноге. Следующий блок – это дыхательные упражнения. Здесь мы с вами учим детей правильно дышать. Вдох делать через нос. При этом живот у нас должен вырасти. И дальше выдох делаем через рот. Живот у нас при этом уменьшается. По-разному можно назвать упражнения. И свеча, и нырячек, дыхание носом. Эти упражнения также есть в папке «Материал для скачивания». Следующий блок – это глазодвигательные упражнения. А вот, извините, я уже заговорилась. Итак, глазодвигательные упражнения. Здесь мы предлагаем детям различные движения глазами. Вверх смотрим, вниз, вправо, влево, но тоже по кругу. Можно рисовать глазами бабочку, восьмерку рисовать глазами. Голова не двигается, работают только глаза. Но здесь тоже стоит учитывать, что максимум 2-3 упражнения. Иначе начинают болеть глаза, мышцы устают. Этот навык тоже должен быть натренированным. Следующий блок очень интересный – это мелкая моторика, вот про которую я вам и говорила. И здесь какие можно упражнения выполнять. Ну, во-первых, знакомые пальцы здороваются, да, когда мы перебираем пальцами в прямом и обратном порядке. В принципе, ничего, кажется, сложного нет, но сложнее будет, если мы с вами уже поменяем это упражнение, и одна рука начнет у нас работать с мизинца, другая с указательного. Вот попробуйте сами поиграть в эту игру. Одна рука с мизинца, другая с указательного. И перебираем пальцами в разных направлениях. Вот таким образом. Тоже стараемся переключиться как можно быстрее. Отлично. Так, хорошо, дальше. Следующее упражнение. Ну, сжимаем-разжимаем пальцы рук. Тоже, в принципе, понятно, тут ничего такого особенного нет. Еще упражнение – пальцы на стол. Когда мы детям предлагаем, сидя за столом, как можно быстрее положить на стол одновременно. Например, указательные и средние пальцы. Или, например, указательные и мизинцы. То есть вы сами называете, какие пальцы нужно показать, дети должны показать то же самое. Дальше упражнение. Например, представляем, что мы обхватываем руками мяч. И крутим одноименные пальцы вперед-назад. Вперед-назад. Указательные, средние, безымянные, мизинцы. И в обратном порядке. Попробуйте. Тоже достаточно сложное упражнение. Следующее упражнение уже асинхронное. Очень нравится детям в них играть. Я сама их очень люблю. Сама сижу по вечерам, тренируюсь. Потому что прежде, чем показать, мне же надо самой научиться. Итак, первое упражнение. Например, зайка окей. Одна рука показывает зайку, другая показывает окей. И меняем положение пальцев. Конечно, сразу вам дети такое не покажут. Это очень сложно. Поэтому мы отрабатываем каждый элемент. Сначала одной рукой. Зайка окей. Здесь есть определенная методика. Сначала удобной рукой показываем. Зайка окей. Зайка окей. Потом неудобной рукой. Потом двумя руками одновременно. Зайка окей. Зайка окей. И только потом уже переходим на асинхронное. Окей. Зайка. Зайка окей. Вот таким образом. Дети хохочут всегда, когда мы выполняем упражнение суперфига. То есть я им всегда говорю, вы молодцы, у меня старались, так хорошо у вас замечательно получалось. Надо же себя похвалить, сказать, что я молодец, себе показываем супер, а мне показываем фигу. Вот вам и на Александру на фига. И вот так меняем. То есть супер к себе, фига от себя. Тоже важно переключиться с одного движения на другое. Причем переключиться одновременно. Очень много таких упражнений. Еще, например, как вариантом зайка-коза. И меняем. Зайка-коза. Таким образом. Или, например, что у нас, козырек супер. Тоже меняем. Вот таким образом. Или, например, два ружья. Только одно ружье мы показываем. Здесь указательный и средний. А другая рука только указательный. И меняем. Вот таким образом. Или, например, внимание, стоп. Меняем. Вот это упражнение я беру всегда первое. Когда начинаем работать с синхронными упражнениями. Вот таким образом. Да, с ОВЗ тоже можно работать. И нужно работать. А синхронных упражнений очень много. И, зная основные движения, вы можете подключать фантазию по их комбинированию. Или даже придумывать свои движения. И при выполнении, еще есть такой очень важный момент, при выполнении массажных движений, двигательных упражнений, целесообразно подключать речевой аппарат, чтобы дать мозгу как можно больше задач. То есть мы одновременно выполняем вот эти движения и проговариваем вслух. Либо скороговорки, либо аффирмации различные. То есть жизнеутверждающие фразы. Стихотворения тоже озвучиваем. Можно петь песни. Можно также, помимо всего этого, одновременно с движениями вслух называть домашних диких животных. Рыб, название профессии, проговаривать название городов, рек, столиц и тому подобное. И вот, например, если брать из аффирмаций то, что мы, очень я собой горжусь и на многое сгожусь. То есть вот и проговариваем, массажируем уши, очень я собой горжусь и на многое сгожусь. Или уши массажируем, еще можем проговаривать такой стишок. Я на уши нажимаю и здоровье поправляю. Снимаю напряжение, улучшаю сон и настроение. Во время самомассажа проговариваем скороговорки. Опять же, вы можете подобрать свои какие-то. Как вариант, пошла поле, полоть укроп в поле. Купила Маруся, бабуся, бусы. Конечно, на одну неделю, бывает даже и на две недели смотрю по детям, я беру одну скороговорку и одну какую-то аффирмацию. То есть не нужно, чтобы их было много. Важно, чтобы дети запомнили. В своей работе я накладываю еще... Так, вот оно как раз, это все есть в презентации. В своей работе я еще накладываю на стихотворения нейропсихологические упражнения. Детям очень нравится, а мне позволяет решать коррекционно развивающие задачи. И вот как пример стихотворения перед вами на экране. Что мы здесь делаем? Проговариваем слух одновременно. Я подаю стихотворение на дом, чтобы дети выучили. И вслух проговариваем стихотворение, выполняем движение. Ходит осень по дорожке. Промочила в лужах ножки. Льют дожди и нет просвета. Затерялось где-то лето. Ходит осень, бродит осень. Ветер с клена листья сбросил. Под ногами коврик новый, желто-розовый, кленовый. Кроме того, накладываю движения не только на стихотворение, но и на скороговорки. Поскольку я логопед, естественно, я же преследую еще и свои цели. Итак, какие можем здесь наложить мы движения? Саша шустром сушит сушки. Сушек высушил штук шесть. И смешно спешат старушки сушек сашиных поесть. То есть стихотворение, скороговорки можно брать абсолютно любые. Я обычно стараюсь привязать к лексической теме. И накладываем на них различные движения. И поскольку я уже отмечала, что еще проговорю о афирмации, зачем нам это нужно. Есть такой феномен, что наш мозг заряжается на негатив. И очень важно, чтобы не было этой негативной предвзятости. Эта адаптация мозга, она у нас сформировалась очень давно, когда еще наши предки бегали, пытаясь выжить, кого-то съесть. То есть это у нас уже заложено генетически. И наша с вами задача формировать уже у детей с детства позитивное мышление. И с целью его формирования мы, когда выполняем различные двигательные упражнения, проговариваем афирмации. Например, каждый день я становлюсь лучше. Я легко справляюсь с любыми задачами. С радостью занимаюсь, здоровьем наполняюсь и так далее. Таким вот образом. Конечно же, все упражнения я не использую в работе. Я дала вам их многообразие, повторюсь. Как правило, набор упражнений мы выполняем в течение двух недель. На второй неделе ввожу одно-два новых упражнения. И закрепляем уже основные. Часто вводить новые упражнения не нужно, не следует. Переходим к новым тогда, когда вы видите, что предыдущие выполняются правильно, на хорошей скорости. То есть если я вижу, что за неделю мы с ними справились, они прекрасно это выполняют, конечно, да, я заменю. Если я вижу, что не идет, мы отрабатываем две недели, бывало даже и три отрабатывали, особенно на начальных этапах. И повторюсь, что нейрогимнастику мы делаем ежедневно. Я вам представила лишь некоторые игры по нейрогимнастике, которые благоприятно влияют на межполушарные связи и воздействуют на мозговые структуры. Нейрогимнастикой полезно заниматься и взрослым. У нас уже был момент, да, я немножко заикалась об этом. Для чего? Для улучшения работоспособности профилактики болезни Альцгеймера. Поэтому и если взрослый выполняет, то это здорово, прекрасно. Вы также увидите, что у вас и память будет улучшаться, и внимание, и скорость мыслительных процессов. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.